Я решила не снимать. Думаю, сейчас опять скажу, что я болею, я сплю. Всем привет, меня зовут Кристина. Вы попали на канал Селена, Селена, Селена. Да, с утра пораньше к нам приехала Кристюша. Какой пораньше обед уже? Ну, она разбудила нас, если что. Десять часов. Вообще, у тебя смс-ка была 8.20, там, я видела. Я бы думала, что вы уже должны бодрствовать. Ну да, если в садик он ходил, то да. Я же тебе написала, я же не звонила, я же почему ей написала. Ну давай, распаковывай подарочки. День, смотри, что Кристина привезла. День, смотри, что Кристина тебе подарок принесла. Только потом он в дальнейшем сможет нажимать и считать. Вроде как калькулятор, вроде там мил. Ух ты! Вау! Вау! А Кристину поцеловать, спасибо сказать. А? Кристина? Кристина. Скажи, она с улицы пришла? Спасибо, скажи. Вау! Да, вот ты теперь будешь продавать, смотри, ананасы, морковочку. Глянь. Класс какой. Ну распаковывай. Тут же плюс-минус, думаю, может они же будут изучать как раз-то. Класс? Вообще. Открывай. Это подарок тебе Кристина привезла, открывай. Там еще и деньги можно будет. Иди, ножницы бери, открывай. В общем, мои хорошие, как я с вами вот поздоровалась. Приехала ко мне Кристюшка, она занималась тут делами. А ко мне приехала свекровь еще. И мы ее красили. В общем, результаты окрашивания, наверное, вы уже... А, вы уже, наверное, можете посмотреть. Видео выйдет раньше с окрашиванием свекрови. Вот, поэтому я здесь прикреплю, если что, ссылочку. Заходите, смотрите. Первый раз она у меня окрашивалась. И вот как у нас получилось. Что мы хотели, что получилось. В итоге интересно ваше мнение. Пишите в комментариях. Я немножко так себя уже опять, ну, вроде нормально чувствовала. А сейчас, ну, все закончили. И как будто ты расслабилась. И как будто раз, и все. Вот я пью. Мне Кристинка принесла. Утром колдрекс. Я выпила утром колдрекс. И вот сейчас еще пью. Потому что прям вот чувствую надо. Нос сильно не закладывает. Да, там горло не болит. Но такое состояние, знаете, что прям вот хочется колдрекс. И мне завтра нужно прекрасно себя чувствовать, чтобы сделать бровки. А вот такие вот дела перед Новым годом. Вот. Все. Можно расслабляться, отдыхать. На завтра у нас есть видео. Так что можно сегодня прям отдохнуть. Я не буду прям сидеть. И сегодня работать. Я сегодня вообще молодец, на самом деле. И хорошо бы себя наградить чем-то. И я думаю, чем я себя награжу. А я, наверное, награжу себя тем, что я просто сегодня Деньку пораньше положу спать. И мы с Кристинкой просто потрещим. И, кстати, сегодня я ей предложила все-таки ее покоучить. И она говорит, давай. На самом деле нам сказали, что лучше там близких и родных не коучить. Как бы нет такого жесткого правила, конечно, такого. Просто сказали, какие могут быть последствия, какие могут быть моменты. Но я думаю, что, во-первых, мне очень хочется. У меня какая-то внутри потребность в практике. Знаете, до этого не было такого. А вот после двух последних практик у меня прям какая-то потребность. Мне прям вот нужно, чтобы один человек в три дня был у меня. Ну, посмотрим. Я постараюсь как бы договориться о всех нюансах, которые могут возникать на протяжении всего. Чтобы мы серьезно отнеслись к коуч-сессии. И посмотрим, как это все дело получится. Если пойдет что-то не так, то сделаем выводы и пойдем дальше. Я надеюсь, Кристина не перестанет со мной дружить после того, как я ее покоучу. Крошки мои. Мы, короче, продолжаем, Кристина, работать. Все никак просто такая деловая. Давай, давай, работай уже. Так же я фотографии в Инстаграм выкладываю. Она и фотографии в Инстаграм выкладывает. И за компьютером. Короче, мы просто работали, понимаете, сегодня я не покладаю рукой. И сегодня я такая думаю, как себе можно отблагодарить. Уже роллы, честно говоря, они у меня уже вот здесь где-то сидят. Уже это не благодарность за наказание какое-то. Роллы есть. Хотела роллы заказать. Роллы хотела для меня заказать. На самом деле я сейчас сделала заказ с жареной картошкой с индейкой, как я давно хотела. Из любимой Сицилии. Заказала десерти какой-то там яблочный вкусный. Заказала пиццу. Денька любит пиццу. Дам пиццу попробовать оттуда. Картофельные смайлики ему заказала. И еще в подарок нам ролл вообще-то оттуда. Нафигачили. Какой-то ролл у них, да, там с лососем. Ну, не одну ролленьку, а набор один. Я мать года. И поэтому я заказываю еду домой. А почему я мать года? Не потому что я дома готовлю роллы. А потому что я заказываю еду. Я работаю с утра до вечера, понимаете? Поэтому я мать года. Не знаю, почему я мать года, но так вот решили. Вот почему? Сама не пойму. Сама не пойму. Слушайте, но это не мне решать. Решили вы. Поэтому спасибо вам. Мне просто приятно. Так, короче говоря, мы ждем заказ. Я очень хочу жирные картошки. Я просто не мечтаю уже неделю. И даже была готова как-то ночью ее готовить. Но решила не готовить. Решила заказать. К нам пришла наша еда. У нас тут и сладенькая есть. Ой, у нас пирог, он теплый, ешкин. Я думала, он холодный. У нас тут пироги из Кристины. Это десертик у нас будет. Кристинка такая. Ммм, мм, мм. Ммм, мм, мм, мм. Мм, 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 мм. У нас картошки тут жарены с индейкой. Так. Это Дэнди, кстати, эти штучки. Смотри, Дэн. Смотри, что здесь. Пицца. Пицца. Давай, смотри. И пиццу откроем сейчас, Заяц. Подожди, что? О, Дэнди пицца. Та-дам, пицца. А смотри, еще что здесь. Картофельные смайлики. Картошки. Попробуй. Картошка. Вкусно? Ой, картофельные смайлики. Смотрите, мои хорошие, какая красота. Мы с Кристинкой сегодня вообще, у нас сегодня супер продуктивный, эффективный день, поэтому мы себя награждаем вкусной едой. Это вот сладежка, пирог, яблочный. Вы прикиньте. Да. Вы прикиньте, девочки. Роллы-то наши в подарок, которые не пришли. Я, главное, сделала заказ на определенную сумму, чтобы получить подарок. Да. Специально набирала на эту сумму, чтобы получить подарок. А подарок не пришел. Мы, главное, уже поели такие с Кристиной. И я такая смотрю, что там... Не, я еще не поела. А Кристина еще не поела? Но все равно, я такая смотрю уже, глядя, думаю, что-то не хватает. Роллы. Хотя у меня встал от пирога, я получил ролл в подарок, который нет. И, главное, я сейчас звоню, там трубку не берут. Я позвонила курьеру, он сказал, что через 4 минуты он будет в магазине, мы в ресторане, и он скажет, чтобы нам позвонили. И нам должны позвонить. Что это такое? Где наши роллы? Главное, что не отказываются. Ну да. Ну, вроде да. Ну, я не знаю, он-то не знает, что там. Мы положили, наверное, он и не проверял, что там в пакете. Ну, как-то неприличненько, неприличненько. Сейчас будем решать этот вопрос. Та-дам! Вечер обещает быть. Мама! Что там? Мама! Не ори на мать! Не ори на мать! Жарко у тебя сейчас? У меня всегда жарко. Мам, что ты хочешь? Что ты хочешь? А что, вот так будем лежать прям? Да. Иди, выключай свет, там сейчас будем что-нибудь смотреть. Включаем. Нет! Не обращайте внимания на то, что у меня голос как у мужика, я болею. Сегодня у меня должны были быть брови, я не поехала на брови. А завтра у нас должно было быть мероприятие, открытие там пространства одного. А, его перенесли, представляете? Я еще такая думаю, не пойду, наверное, обидно так. Ну, кайф пойти. А мне пишут, что его переносят на следующий год. А вот. В целом я себя чувствую хорошо сегодня. целый день пью чай с малинкой, Кристинка у нас. У меня начались панические атаки, утром еще болею, и все, сразу страхи. Да я не прекращаю, мне говорить так тяжело, суть, честно. Не говори, ладно. Че смотреть будем, давай, ну, давай, скажи. Мы можем базарить какое-нибудь кино прям. Кино. Прям кино-кино какое-нибудь. На Netflix давай, чего-нибудь хочешь, посмотри? Короче, сейчас мы выбираем что-нибудь, и потом поделимся своими, чем мы будем смотреть. Мама, пойдем. Ну-ка, прекрати. Пойдем. Мы сейчас будем что-нибудь смотреть. Пойдем. Да я не хочу никуда ходить, я хочу лежать. Пойдем. Куда? Мы с Крис выбрали фильм «Не смотри наверх» с Леонардо Ди Каприо. Сидим, смотрим. Пока что интересно тебе? Ну, я уже знаю, как начало. Кристина только начала, первые две секунды, говорит, я уже знаю, чем все закончится. Но музыка нормально. Ну, музыку она сделала в зачет, да. В общем, посмотрим, поделимся впечатлениями потом. Ну что, мои хорошие, мы посмотрели кино, оно закончилось. Не смотрите наверх называется. И первые свои впечатления, говорит, Кристиша. Ну, ты мне, наконец, музыку начала включать. Я не успела поплакать, но начала мультикать. Не, хороший фильм, ну, в плане, что сейчас только ничем не удивишь. Одна из версий «Конца света», да. Вот, и что-то не в лучшем свете тут «Верха Саша» показана, да. Много таких фильмов. Очень удивительно, что обычно они там, ну, каждый сам свое за себя, вот. И я в какие-то моменты вспомнила мультик, вот, единственное, что здесь, это мультик еще из 80-х или 70-х, про муми-тролли кометов, кто смотрел. Но здесь просто оформление уже современное, а так вот мультик, вот этот вот, помните, про муми-тролли. Это наш мультик был? Муми-папа, муми-мама, когда они бежали. Наш мультик? Да, и прятались. А не по сценарию нашего мультика. Вот, мне кажется, похоже, потому что здесь, да, вот уже музыка другая, оформление здесь уже более современное, более четкое, компьютерная графика. А так, ну, они там тоже спасли. Но это не смешно, ну, а что делать, ну, что? Короче, вот мне, честно, ну, красивые кадры есть. Красивые очень. Леонардо Ди Каприо, актеры. На большом экране, если смотреть, раз, классно. Прикольные, да, как бы. Ну, так, чтобы я второй раз посмотрела, я ничего не впечатлилась. У меня, на самом деле, вообще ни смеха, ни слез, ни радости. Ну, абсолютно ровно просто фильм прошел. Наоборот, что ты просто, вот, вы разговаривали, не слышно было, что Россия, там еще кто-то, три страны, которые хотели, наоборот, уничтожить это все дело. А я так понимаю, что кто-то, ну, а эти уничтожили, там, эту штуку, чтобы запустить свои... Ну, мы вообще Россия впереди. Ну, они, да, показали, там, Индия, Россия, что соединились и хотели другое кое-что сделать. Ну, там, ну, короче, лучше самим смотреть, а тут что происходит? Да, если хотите, смотрите. На раз можно, на раз по-чему можно. Да, на разок, вот, ничего особенного. К эти киношные критики. Не ждите. Единственное, не, ну, если только лучше на, вот, на хорошем экране есть хорошая музыка, как у тебя, конечно, классно. А в кинотеатре хорошо раз посмотреть. Ну, сюжетная линия, в принципе, я же тебе сразу сказала, я знаю, что будет. Тут просто кадры красивые. Да. Не хотела тебе рассказывать до конца, я думаю, она... Ну, я уже знала конец, Кристина рассказала. Ты не знала, да. А вот и наша доставка из пятерочки пришла. Давайте посмотрим, что мы тут заказали. Так, молочко, это я сейчас буду пить с медом и со сливочным маслом. Я заказала вот такой вот мед горный. Я у Кристины спросила, какой он лучше, травянистый там какой-то, горный или липовый. Она говорит, давай липовый возьмем, так, чтобы... Ой, она говорит, давай горный возьмем. Господи, это что значит человек болеет? Взяла вязанку молочную. Данька любит, мы все любим. А ей мне очень захотелось сладкого. Я взяла два пикника. Я взяла вот эти вот мои любимые штуки, шарлис, сахарные лафельки. Я взяла вот такие шарлис печенье имбирное с чаем. Вот на это вообще акция была. Это акция была, да. Берешь одну, вторую в подарок. Поэтому их две. Это такие мини, мини эти, лафельки. Деньки-ряженки две взяла. Еще-еще майонеза не было, сто лет решила взять, потому что я там кое-какие бутербродики люблю. Надо чуть-чуть майонезика. Прям я его замечаю, что его не хватает. Вот, также я взяла вот это. Хлебушек. А что, я так и не выбрала нарезку? Нет, маленький сникерс. Огурец. Блин, я же выбирала там 300 лет нарезку. Я так и не выбрала, ничего. Взяла просто колбасу. Ну ладно. Короче, вот такой праздник живота. Доброе утро, моя хорошая. Короче, как обстоят дела сегодня? Сегодня я в панике уже. Вчера только с утра была паника. Так как Кристинка осталась у меня, я попросила, чтобы паники было меньше. Вот как вы спрашивали у меня в вопросах-ответах. Паники. Вот, паники, они возникают, когда хоть что-то со здоровьем происходит. Ты уже все на панике, блин. Хотя на самом деле, ну что, вот я сегодня проснулась. У меня уже сегодня легче. Ночью голова не болела. Нос ей не закапывало. То есть я спокойно поспала. Довольно комфортно. Пила вчера весь день просто чай с малиной. На ночь еще выпила молока с медом, с маслицем. Да, то есть все для горла, для общего состояния. И максимум, что я пью, это колдрекс из лекарств. Ну, потому что иногда, знаете, как нос немножко закладывает, и такая голова чуть-чуть начинает болеть. И там, так как есть, по-моему, в составе парацетамол, он влияет, и как-то легче становится, тебе все комфортно. И, в принципе, довольно-таки я нормально себя чувствовала. Сегодня я встала, мне уже лучше, чем вчера. Но у меня болят мышцы. У меня болят мышцы, вот прям вот где, на стороне грудной клетки сзади, да. И я думаю, вот сейчас я думаю, что это потому, что я кашляю много. То есть я кашляю, и у меня там вот так вот мышцы загрязываются. И просто от того, что я кашляла вчера вечером много, и вот я поспала, да, проснулась, и вот на сегодня я уже чувствую эти мышцы. Ой, меня это беспокоит, потому что, ну, как бы, потому что паника. Паника начинает вот на самом деле культивировать все моменты. Меня беспокоит, а мало ли что, а мало ли как. И вот я сейчас пойду на ровном месте проверяться. Вот реально, я думаю, что это на ровном месте. Я паникер, я понимаю, что, ну, наверное, надо провериться, чтобы спать спокойно. С другой стороны, я понимаю, что я сейчас просто выкину, мне кажется, 5 тысяч. Это я пойду к терапевту, полторы тысячи прием. И 3-4 стоят, если сделать КТ. Это то, что можно сделать сегодня, да. Если сдавать анализы крови и там мочи, то это уже завтра утром на тыщак. Уже день. Короче, я позвала сейчас свекровь. Вот, у меня сегодня должно было быть мероприятие, оно отменилось. Я туда бы и не пошла. И, в общем, я зову свекровь пораньше, чтобы она с деньгой посидела. У него все хорошо, уже он себя нормально чувствует. А я сбегаю и сделаю. Съезжу быстро и сделаю. То, сё. Ну, в общем, я сначала к терапевту, что она мне скажет. Может, она тоже скажет. Да все нормально, нет у тебя показаний КТ. Это вот может быть так, за то, что ты кашляешь. Ну, может, мне что-нибудь там пропишет, я не знаю. Может, ингаляцию пропишет, чтобы спазмы вот эти какие-то там, ну, снять, да, вот эти мышцы, которые болят. Но, в целом-то, я так откашливаюсь. Ну, мало ли, может, вот скажут. Давай. Я не против. Ну, короче, ради своего спокойствия иду. Реально, просто ради спокойствия. У меня нет аппетита совершенно. Я хочу есть. Я чувствую голод, что надо поесть. Я сделала себе легкую какую-то еду. Думаю, ничего жирного, сладкого, ничего такого не хочется. Сделала себе легкую еду. Омилетик такой, знаете, вообще на молочке там легенький. Я просто его ем и понимаю, что у меня аж тошнит. Я не хочу есть. Я его выплюнула. Прикиньте. Намешала себе опять чай. Ну, я с утра сегодня попила колдрекс. Потом я выпила кофе с молоком. Очень слабый, очень слабый. Тут я добавила меда. То есть молоко с медом, считай, я попила. И сделала себе еще чай с малиной. Вот сейчас пью. Ну, то есть вот только жидкость. Прям еда вообще, короче, она мне не лезет. Вот такое у меня утреннее состояние. А у меня делов, еще очень куча ответственности перед людьми. То, что мне нужно сделать до нового года. И сегодня у меня еще практика. У меня сегодня сессия. Мне бы хотелось все, конечно, провести, все успеть. И, в принципе, я сейчас вроде бы не совсем плохо чувствую. То есть я могла бы такая раз и это. Но я боюсь, чтобы не было хуже. Короче, я на панике. Вот моя паническая атака. Я справляюсь еле-еле. Все вокруг мне говорят, успокойся, не переживай, не нервничай. Вот, короче, утро, а-та-та-та-та-та. Ну, короче, я набалансирую такая. Успокаиваюсь, потом опять что-то возникает, жар меня бросает. Потом опять вроде успокаиваюсь, потом опять. И вот, короче, я думаю, что сейчас я пойду к врачу. И они меня хотя бы просто успокоят и внесут ясность. С профессиональной точки зрения скажут, что у меня и что мне нужно сделать. Боже мой, я совсем забыла, блин, что надо машину чистить снега. Это просто трындец какой-то. О, боже. Хорошо, что я раньше вышла. Боже мой, это просто жесть какая-то. Я сейчас 15 минут просто чистила снег с машины. И то идеально я почистила просто, чтобы мне было видно, куда я еду. Сзади, сбоку, у меня шапка такая впереди, вверху. На капоте все осталось. Короче, все, я еду в клинику, где сразу и терапевты, и, если что, КТ. Я надеюсь, что все хорошо. Я не думаю, что что-то плохо все. Я думаю, что это у меня просто болят мышцы, а то, что я кашляла много. Вот, ну пусть, если что, она значит мне подышу, там, чтобы как-то эти спазмы сняли. Она значит, чем подышать мне сделает что-то, короче. Вот, а на улицу вышла, у нас снежок, да, и погода обалденная. Просто нет ветра, очень комфортная. При этом снежок, он лепится, он крутой. Я звоню свекрови, говорю, если хотите, говорю, возьмите его. Денька уже, ну, он выздоровел, он уже хорошо себя чувствует. Но эта погода, даже если он еще такой, она только лучше сделает ему, потому что он и побегает, может быть, да, порадуется. И свежий воздух все-таки у нас дома. А то, что я редко проветриваю, потому что чуть что, мне кажется, сквозняк и холодно. Я боюсь вот больше от сквозняка какого-то простыть, чем конкретно на улицу пойти. Она говорит, да, мы сейчас соберемся, тогда пойдем. На улице просто великолепная погода, при том, что снег шикарный. Так что, если она сейчас с ней погуляет, я буду счастлива. Все, я побежала. Подъехала сейчас в то место, смотрю, а мы с мамой здесь, оказывается, были. Я не знаю, в прошлом году или два года назад, уже так время быстро летит. Мы здесь с ней КТ вместе сдавали. Было видео такое у меня. Но к терапевту я сюда так и не попала. Мы чисто на КТ пошли с испуга. А сейчас можно уже к терапевту снать, да? Ну что, мои хорошие, ждете, наверное, результатов. Что мне терапевт сказала? Кстати, терапевт первый раз была у нее. Понравилось мне. Я люблю вообще терапевтов, которые, типа, там, противовирусные, может и попить, но я в них особо не верю. Не знаю, почему, но мне нравятся такие, да? Там, вместо мирамистина пшикать, лучше соль и йод, потому что... И если вы там это, это... Короче, я говорю, я могу фурцелином горло пополоскать. И она говорит, ну, главное не переусердствовать, потому что если вы переборщите, фурцелин это чистый антисептик, если вы с антисептиком переборщите, то у нас есть там, короче, бактерии, которые защищают нас от грибка. И если переборщить, то может на фоне этого грибок, короче, все полезные тоже бактерии вы уберете. Это я своим языком уже говорю. И на фоне этого может быть грибок. А в соде, говорит, как раз есть щелочь, которая не дает грибку развиваться. В общем, сказала. Мне, говорит, я говорю, а как? Она говорит, ну, вот полоскать можете вот так вот водички налить на кончике чайной ложки. Соли и 10-15 капель йода. И пополоскали. Так что вот так можно на заметочку. Короче, сказала, ничего, сейчас паниковать не надо, нервничать не надо. КТ в любом случае не назначается раньше, чем 5 дней, потому что он просто ничего не покажет. Если КТ там делает, да, и переживания какие-то. Поверните направо. Противовирусные какие-то или еще что-то. Ну, то есть антибиотики тоже не назначаются так рано еще, потому что... Впереди камера на полосу. Говорит, ну, как бы второй день получается у меня сегодня, да, такой вот... Что можно сказать, что я болею. Часто метров съезд. Поверните направо. Поэтому, говорит, обычно 3 дня как бы дается, да, на вот это вот все. Вообще, я говорю, я устала, у меня уже в горло болит, говорит. Мне все звонят, все спрашивают, я там скажу, там скажу, тут скажу, тут запишу. В итоге у меня уже болит глотка, просто болит глотка. Мне надо помолчать. Я очень много говорю. Вот. Короче, прописала вообще все, что есть у меня. Говорит, что у вас есть противовирусное, попейте. Ну, сильно не рассчитывайте на вот эти лекарства, да, ну, для успокоения. Может, точно не навредит, говорит. А вот. А ингаляции вот эти вот, моим иммобилайзером, или как он там называется, тоже, говорит, можно физраствором, можно боржоми, можно лазалваном с физраствором. А у меня как раз есть лазалван и физраствор. Вот. Что еще? Ну, горло вот попало, скайда. Короче, так. Все нормально, паники нет. То, что мышцы... Ну, я ей сказала, говорю, мне кажется, это из-за того, что я кашляла много вчера. Поэтому мышцы болят уже. Ну, она как бы пилонефрит исключила. Говорит, ну, если вы переживаете, прям за пилонефрит. Пилонефрит ниже просто, говорит, возникает. Плюс у меня нет никаких трудностей с хождением в туалет. Съезд. Поверните направо. Короче, говорит, причин для паники я не вижу сейчас. Так что я чуть-чуть, конечно же, успокоилась. Хорошо, что сходила. Направление на КТ она дала, но только... Ну, я еще прописала мне антибиотики. Это на случай, если вдруг будут осложнения, там, и через три дня ситуация не улучшится, а ухудшится, да, то вот типа амоксиклав антибиотики. Ну, и сразу же эти... Как их там называют? Ну, для желудка, типа, линокс там, в параллель туда. Но я надеюсь, что ничего не будет, все будет хорошо, и я вот сейчас начну вот это вот ингаляции делать, и мне сразу станет легче. Я как бы чувствую себя, я думаю, что именно так все. Просто паника берет свое психологически. Оно сильнее, чем физически действует на организм, на голову, все. Все, я поехала молчать. 300 лет мы не были на улице, вот он, бабуля. Да, я не решила выгулять. Я пока быстро в аптеку, на Озон. Или сюда, или 15 минут? Пойдешь еще на Озон, или в общем? Да, он здесь недалеко. Я знаю, а? Там же подарки на Новый год пришли. Да, ладно, все, я побежала, на связи. Слушайте, девочки, свекровь у меня просто золотой человек. Я не знаю, я какой раз убеждаюсь, у меня они с мамой очень похожи. По энергетике, по вот какой-то, знаете, вот такой хорошести, заботливости. У меня час не было, она просто по дому тут пошуршала. Я пришла, прям так все чисто, честно вам скажу. У меня просто не было вообще сил, у меня до этого и не было сил. А как я заболела, так вообще нет сил. Денька прыгает на мне, сигает, а я только одну вот это лежу и подхожу, скрученная к компьютеру. И просто она за час тут какой-то волшебной палочкой, волшебство навела. У меня и мама такая же тоже. Она приедет, такая заранее, вот когда уезжаю особенно, приедет готовиться ко мне, все тут пошуршит, сделает. Свекровь в прошлый раз тоже так помогла мне вообще. Короче, золотые женщины меня окружают. Я вообще не понимаю. Нет, я понимаю, конечно, за что мне такой подарок. Вот. Но они реально подарок. Просто подарок. И вообще я хотела сказать, в моей жизни сколько было женщин овнов, ну, да, к знаку зодиака. Скажу, это просто, ну, прекрасно. У меня были девочки молодые, взрослые, да, вот у меня мама, у меня свекровь, еще я встречала девочек овнов. И у всех какая-то одна такая энергетика. Мне вообще кажется, что овны это какие-то такие вообще завидные невесты. Вот если их уже взяли, да, вот они такие хозяйки, просто сумасшедшие. Такие люди душевные. Да, у каждого есть свои загоны там, да, какие-то. Но тот спектр того, что они могут дать на самом деле, да, не стоит. Каких-то мелочей, которые могут быть у нас у каждого человека. Они все такие незначительные, я так вам скажу. Вот. Ну, понятно, каждому свое. Но в целом я обращаю внимание на то, что овны и уже в молодом возрасте проявляются как с очень спокойной энергетикой. Очень внимательные, очень заботливые, очень хозяйственные, очень надежные партнерши. Вот. И я всегда говорю, блин, это, ну вот, просто завидные невесты. Мужчины, которые рядом с ним, должны просто их обожать. Обожать и ценить вот эту вот, вот это спокойствие, надежность и заботу, которую они могут дать. Такой фундамент какой-то. Это реально верный товарищ. Да, вот. Вот да. Это не то, что сегодня вот так вот все сложилось и повлияло на то, чтобы я это сказала. А в целом я уже давно замечаю. Ну, просто сегодня прям вот прям сказать хочется. Блин, какие овны прекрасные. Так что все овны, которые меня смотрят, вам респектоз. Мне кажется, вы все в этом смысле одинаковы. Сейчас я пришла домой, кровь гуляет с малым еще. Я говорю, уже поднимайтесь. Там, ну, я уже даже прошлась туда-сюда, я как-то подзамерзла. Она говорит, ну, я еще не сильно замерзла, и деньги так хорошо. Короче, еще, говорит, 15 минут погуляем. У меня сейчас через 20 минут будет практика. Я купила лекарство, которое хотела на Азоне. Забрала все, что хотела. Хочу прям ингаляцию сделать перед сессией. Вот, у меня сегодня, я сегодня буду и коучем. Не знаю, какие запросы мне будут давать. Но я сегодня буду и клиентом. И у меня есть один запрос. У меня есть две вещи, между которыми я не могу выбрать, как мне поступить. Точнее, если я сяду, разберусь, конечно, я выберу сама. Но мне очень классно проработать это в коуч-сессии, чтобы прям конкретно все за и против проработать. И заодно эту технику тоже отработать. Вот, когда, знаете, есть выбор между двумя вещами. У меня между двумя вещами, как бы, ну, такие, довольно-таки, вещами такими, ну, не какими-то там, знаете, что я там выбираю, какую прическу мне сделать на Новый год. Нет. А довольно-таки серьезный такой шаг, который может повлиять на дальнейшее мое состояние, там, еще что-то, вот, ну, внутреннее, психологическое. Поэтому, как бы, этот шаг стоит обдумать, как следует, и принять решение, как лучше поступить. И уже надо решение это принять быстрее. Короче, после сессии поделюсь впечатлениями. Пошла, ингаляцию сделаю. Кружки мои. Время половины одиннадцатого. Я Денечку уложила. Спит сейчас. Я проснулась, чтобы домонтировать видео для вас. Вопрос-ответ. Потому что я должна была его сегодня выставить. Но сегодня у меня вот врачи и состояние вообще, ну, как важно здоровье. Боже мой. И сразу начала думать о людях, которых я встречала в своей жизни. которые, короче, с определенными внешними данными, которые сказываются на здоровье, да. Я такая думаю, боже мой. Как важно следить за своим здоровьем. Вообще нельзя запускать. Никакие процессы. Нужно очень-очень внимательно следить за своим здоровьем. За питанием. За нервами. За физическим телом. Чтоб все было хорошо. Чтоб все было в тонусе. Это очень важно. Это вообще, по-моему, основа основ. Голова, тело. И это номер один. А потом все остальное. Только когда это все в порядке, мы можем делать что-то нормальное в этой жизни. Хорошее. Качественное. Доброе. Позитивное. Полезное. Для других. Короче. Я выпила. У меня была сегодня коуч-сессия. Мы работали. В тройках. Замечательно. Я все больше и больше с собой довольна. У меня какие-то инсайты появляются по поводу вообще коуч-сессий. И я себя все больше начинаю чувствовать, знаете, что? Как рыба в воде. Я этого чувства просто именно жду. Жду. И я его вот уже вторая сессия. Я чувствую какую-то уверенность. Я прям даже жду какие-то сложные сессии. Я жду сложных клиентов. Чтобы понять, как с ними работать. У меня такое ощущение, что мне попадаются только простые клиенты. Ну, как бы не простые клиенты, а простые запросы, с которыми они приходят. Вот. А мне хочется... Ну, есть как бы... Есть градация некая, когда... Ну, там сложный запрос, да? Его там нужно больше разбирать. Вот я хочу вот так отточить. Вот еще как бы не было. У меня такое ощущение, что, по-моему, я открыла... По-моему, я открыла секретик, как это делается. Я поняла, как это делается. Мне кажется, теперь со всеми вот так. Со всеми вот так. Но мне хочется что-то, ну, как бы, понимаете, что-то не то. Вот я еще поговорю по этому поводу со своим коучем, с профессионалом, с нашим куратором. Действительно ли это то, что я открыла? И что сложного? Какие могут быть сложности встречаться? Короче, вообще тут надо записать, поговорить. Поговорить со своим коучем. Поговорить. Сейчас я очень хорошо себя чувствую, потому что во время сессии там у меня был перерывчик, пока я была наблюдателем, да? Мы отключаем камеру и видео, и просто наблюдаем за процессом, да? А потом даем свои там рекомендации, взгляды, как будущие коучи, да? Что мы заметили, нестыковки какие-то и так далее. Вот. Ну и что хорошего, естественно, была такая обратная связь, как наблюдатель идет. И вот пока я была наблюдателем, у меня поднялась температура до 38, 2. И у меня, соответственно, так болело. Вот эти мышцы все болели. И вообще, короче, я такая горю уже, такая думаю, ну триндец, не буду я ждать. Норофен, он и противовоспалительный. Я взяла детский норофен, короче, и выпила там дозу взрослую. 20 миллиграмм выпила, короче. Вкусненько было. И я, ну раз, и подействовала. То есть я уже была коучем через полчаса. И он уже подействовал. Я себя уже начала так хорошо чувствовать. То есть все, и вот сейчас я пока лежала, Даньку укладывала, смотрю интервью там с Собчак, с Биланом. Вот. И чувствую, что я такая, ну как бы сил полно у меня. Аппетит проснулся, сейчас бутерброды сделаю. И доделаю вам видео. Вот. И просто прям где-то радуюсь внутри. Думаю, блин, блин, хочу вернуть это состояние. Хочу вернуть. Вот. Я ингаляцию сделала уже Боржоми. Короче, чем я сейчас лечусь. Я делаю ингаляцию Боржоми. Я пью норофен, как противовоспалительное. И, по-моему, я должна его пропить вот три дня, хотя бы утром и вечером, я так поняла. Вообще три раза в день его надо. Но, я не знаю, я еще завтра посоветуюсь. Мне кажется, что если меня ничего не будет беспокоить, ничего не будет болеть, зачем мне его пить? Вот. И что? И полоска горлышко. Вот это вот соль и йод. Йод купила, соль у меня есть. Вот я на ночь сделаю себе это. А вообще можно и фуроцелин. Мне фуроцелин всегда помогал. Мне достаточно было два раза бы полоскать им горло, как горло прекрасно себя начинало чувствовать. Сейчас оно не болит. Оно просто осипшее. И, знаете, вот я разговариваю, и оно как будто напрягается, как будто у меня мышцы горла болят. Вот. Но сейчас вот я прям хорошо себя чувствую. Я хочу поесть. И демонтировать видео. Вот такие дела. Нос. Нос дышит нормально. В принципе, я не закапывала. Сейчас просто промную аквалором и все. Капать не буду. Короче, такие дела. Пошла и точить бутерброды на радостях. А то у меня утром вообще аппетита не было. Девочки, я сделала омлетик. Просто его выплюнула. Начала жевать и выплюнула. У меня как, вот знаете, когда беременная была, ты ешь что-то и понимаешь, что ты не хочешь. Слушайте, аж воротит от еды, аж тошнит. Я ж такая, ем, ем. И понимаю, что я не хочу это глотать. У меня аж тошнит. Я выплюнула. И не ела. А потом, когда от врача ехала, я нашла, блин, так хотела есть. Я нашла прям батончик какой-то в машине. Взяла его и просто вот так вот съела. Короче, сладкое есть. Мне прям комфортно. А что-то такое там пельмени или вот бутерброд. Ну, сейчас я бутерброд съем, но вот сегодня мне прям не хотелось ничего такого сложного есть. Сладкое. Конфетки какие-то там, печеньку. Нормально заходит. А вот что-то с мясом. Короче, ладно, я на сегодня с вами прощаюсь, пошла работать. Я в шоке. Я беру сейчас камеру, я поставила ее вчера на зарядку. И она не зарядилась. Она была включена у меня. Трэш вообще какой-то. Короче, я проснулась. Не смотрите на мое состояние, вообще внешний вид. Я просто в ужасе от своего состояния. Не столько мне там вот плохо, да, сейчас. Ну, просто такая слабость, такая слабость. И жуткое раздражение на фоне этого, потому что я должна сделать в кровь из носу какие-то вещи, понимаете? И я не могу от них отказаться. Это жесть, это жопа какая-то. Я просто вот сама себя очень жестко сейчас подставила. Короче, я бы просто сейчас на самом деле бы лежала, попила бы чаек с малинкой. И кушала бы по чуть-чуть, что лезет. И смотрела бы что-нибудь. Или спала бы вообще. И ни о чем бы не думала. Но я так не могу. Я очень ответственный человек, поэтому мне приходится думать и делать. Думать и делать. Моё состояние меня напрягает крайне, потому что оно мне мешает. Мешает. Короче, сегодня я уже пополоскала горлышко. Подышала боржоми. Сейчас время уже начало третьего. Сейчас я ещё раз подышу боржоми, ещё пополоскаю горлышко. Никаких лекарств не пила в целом. Вроде неплохо себя чувствую. Голос осипы. Кашель периодически проскакивает. Уже мышцы сзади не так болят. Спины, которые болели. В общем, полегче. Но периодически мне прям хочется лечь такое, знаете, состояние вообще. Утром 37 было, по-моему, температура. Но сейчас, кажется, нет. Но я не меряю, когда не чувствую, что... Не чувствую надобности мерить температуру. Я её и не меряю. Хотя, может быть, у меня 37, 37,3. Я её не чувствую, получается. Дома. Сейчас, знаете, что? Сделала заказ, так как сил нет совершенно готовить, понятно. Сделала заказ, но в Сицилии они же в прошлый раз мне подарок не положили от шеф-повара. Это целую порцию роллов. И они сказали, что при следующем заказе, опять же, на заказе, чтобы был подарок. Они мне положат подарок, как обычно. Плюс подарок, который они не положили в прошлый раз мне. Дэй, ну почему, когда я начинаю разговаривать, ты параллельно начинаешь говорить? Открывай, ешь. Плюс подарок к подарку. Короче, вместо одного подарка у меня будет два подарка. И из-за неудобства комплимент. Десерт. А вообще у них десерт невозможно заказать на сайте. Я хотела заказать десерт, а у меня убирают его с корзины. Хотя в прошлый раз привезли этот десерт. Не знаю, почему. Там много десертов на сайте, но почему-то десерты нельзя заказать. Не пойму. А мне сладенького надо. Ну, в общем, сейчас жду звонка от них. Посмотрим. Там должен быть комментарий к моему телефону. Посмотрим в этот раз. Не забудут они принести всё, что должны. А ещё у меня сейчас был мастер-майнд. И прямо в мастер-майнде я провела сессию, коуч-сессию с запросом, который мне казался трудным. И свидетели были не только профессионал, но ещё несколько девочек, которые наблюдали за моей коуч-сессией. И я так справилась. Даже обратная связь профессионала. Она мне сказала, что ты всё сделала. Вы уже можете, вы все уже можете вести коуч-сессию. Вы все готовы. Вот. И обратная связь от девочек, от всех была, что даже были моменты, потому что я сегодня болею. Плюс у меня Денька ходит просто на ушах, особенно когда я занята. Он просто вот-вот отвлекает и бегает. И всё на свете. Я постоянно отвлекалась. И мне постоянно приходилось сконцентрироваться. И клиент был с таким запросом, который, мне кажется, он сложный. Но всё равно концентрация в любом случае нужна. Простой это или сложный запрос. Концентрация нужна. А я из него вылетала. Тем не менее, я всё довела до конца. И мне дали обратную связь хорошую. То есть, несмотря на то, что я говорю, ой, это всё, это нет, это то. А мне говорят, всё прекрасно было. Вот. Поэтому я довольна. Так что всегда, когда что-то получается хорошо, я довольна. Я всегда себя благодарю. Какими-нибудь вкусняшками. Ну вот решила, думаю, да сделаю я заказ. Пусть у меня. Я взяла на несколько дней. Там у меня и картошка, и ньокки, и пицца, и вот эти вот роллы две порции они должны дать. И десерт, и деньги взяла там. Короче, полно еды взяла всякой. Пусть будет. Чувствую я себя, мне кажется, полегче немножечко. Но хочется полежать. Пойду полежу. Денька мне, конечно, покоя не даёт вообще. Болеть дома с ребёнком – это жесть. По-любому должен кто-то быть, кто будет развлекать и угоманивать, когда он сходит с ума. Ну, представляете, что у меня сейчас в доме происходит. Да, вообще. В общем, позвонила мне девушка. Не было никакого комментария к моему номеру телефона. Она уже такая, всё, оформляет, оформляет. И я такая думаю, она вообще скажет про комментарии к моему телефону. Я говорю, сама. Я говорю, у вас там комментарий никакого нет к моему телефону? Она говорит, нет. А что? Я говорю, да, вот в прошлый раз такая ситуация была. Говорю, мне как бы поговорили. А с кем вы общались? С службой там такой-то или такой-то? Я говорю, да я не знаю, с кем я общалась. Я говорю, позвонила курьеру, который, он пришёл в ресторан. Мне перезвонил кто-то, говорю. И сказали, вот так, да, вот так. Она говорит, ну подождите, я сейчас свяжусь с рестораном, типа, и уточню. Вот. В итоге она связалась с рестораном и говорит, да, типа, вам будет вот так и вот так. Но сейчас они придут, я прям проверю это как следует. Что-то я не доверяю. Мне кажется, что-нибудь не донесут. Привезли заказ. Смотря на то, что была задержка, всё пришло горячее, просто вот прям горячее. Всё хочется поесть. В общем, два подарка принесли. И десертик. Это трубочки. Кстати, я их хотела заказать в прошлый раз, но их не доставляли. Ну вот. Пицца сырная. А здесь у нас, что это такое? Написано, что там из индейки, ньокки. А вот это, наверное, макарошки Денькины. Что ты будешь, макароны или пиццу? Со сыром. Деня доволен, да? А вот макарошки. Смотрите, какие они все с сливочным соусом. И здесь прям кусочки индейки. Вообще кайф. Вкусно пахнет так. Я думаю, что я первым делом буду есть роллы, потому что роллы потом не погреть, короче, и они пока свежие, они вкусные. А всё остальное можно погреть, и оно будет вкусное потом. А роллы нет. Потому что первым делом я ем роллы. В прошлый раз, кстати, чтобы вы понимали, Деня пиццу не ел. Он поел немножко теста просто, поотщипал и всё. В прошлый раз была пицца, она была там и с грибами, и с мясом, и он такой, ну не ест. Он просто реально общипал краешек и всё. Поэтому в этот раз я ему заказала с сыром, он любит очень пиццу, любит её с сыром. Сейчас я четыре сыра заказала, вот, ест. Посмотрим, как он эту поест. Фух, ну что, мои крошки. Время полодиннадцатого, я положила Деньку спать. Сейчас мне нужно ещё доделать кое-какие дела важные. Поэтому я не могу себе позволить лечь спать. Просто не могу. Осталось несколько дней, пару, даже дней до Нового года. Мне кажется, что мне уже легче, потому что температура сегодня, мне кажется, не поднималась по ощущению. Мне кажется, и кашляю я не так много, и вроде бы и горло приходит в норму. Ну, я так себе, если не так, то я уже себе внушаю, что это именно так уже и идёт. Но, во всяком случае, по ощущению, мне кажется, я себя лучше чувствую. Вот, и я думаю, что уже к Новому году я буду хорошо себя чувствовать, и мы проведём его запланированно. Ну, это последний влог в этом году. Я для вас приготовила ещё пару видео в этом году. Надеюсь, что всё пойдёт по плану, и я их выпущу. Протёрла камеру, увидела какие-то капли на ней. Надеюсь, не видно было, пока снимаю. В общем, приводить себя в порядок буду уже, наверное, ближе туда, к Новому году. Потому что я вообще, когда болею, то не мою голову, потому что после мытья головой могу простыть ещё больше. Ну, вот так влияет у меня вот так с детства как-то, я не знаю. Поэтому я когда прям, ну, уже не почувствую, что я прям пошла на выздоровление конкретное, я не могу, блин, позволить себе даже голову помыть. Поэтому такая вот лохматая, непонятная хожу. Ладно, всё, не буду долго разглагольцовать. Я надеюсь, что к Новому году я буду прекрасно себя чувствовать. Денька уже выздоровела, всё хорошо. Я желаю вам новогоднего настроения. Желаю, чтобы вы провели Новый год так, как вы хотите. Вот. И уже в следующем году во влоге мы увидимся. Покажу, как мы провели Новый год. Обязательно для вас его сниму. Ну, а сегодня я с вами прощаюсь. Всех люблю, целую. И всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok